всем добрый вечер решила немножко пораньше выйти не в девять как обещала а получается без 15 поэтому жду ваши вопросы поболтаем немножечко у меня камера все время запотевший берешь ну как обычно у нас тут начинается бойня не нормально видно видно слышно сейчас я привет привет замечательно ну в общем давно не было эфира которые прям вот чтобы я отвечала на все ваши вопросы по поводу питания что были специализированные вопрос по питанию потому что как правило в момент того как я захожу в прямой фирме становится скучно это я или куда-то иду или где-то нахожусь и это так чисто пустословный лепит вот поэтому сейчас я готова ответить на все ваши вопросы потому что очень много вопросов поступает директа в директе я не консультирую совсем большое количество вопросов вы задаете в комментариях и мне это очень приятно но я не всегда могу увидеть эти комментарии ответить на них вот так воду можно запивать водой конечно можно воду можно запивать едой еще смешнее еду можно запивать водой смотрите если есть такая необходимость то конечно же при при разнообразии всевозможных напитков лучше выбирать именно воду воду мы берем комнатной температуры не стоит брать горячую воду или же холодную воду лучше брать именно воду комнатной температуры в небольших количествах вот не стоит запивать там целыми стаканами еду все-таки я советую если как бы вам кажется что суховато то лучше прям вот несколько глоточков комнатной температуры запивать а так если вы можете есть не забивают улучшения забивать почему я против напитков типа чая кофе во время еды потому что они препятствуют нормальному усвоению и нормальному перевариванию данных продуктов питания вот поэтому лучше и я ну как лучше забивать или и еду водой или вообще не запивать вот заставить себя начать правильно питаться как заставить себя правильно начать питаться о мотивации наверное нет смысла говорить потому что мотивация такой продукт приходящий уходящий то есть вы можете утром проснуться и ой все я полна решимости и буквально там через час уже жевать шоколадку то есть это совершенно нормально поэтому мотивация она такая довольно вещь абстрактная вот как начать правильно питаться то есть как заставить себя заставлять ни в коем случае не нужно это должно быть все таки вам в удовольствие потому что начинать с негативных мыслей питаться правильно наверное смысла вообще смысла нету потому что никакого итога вы просто не получите что главное определите для себя те продукты которые не вызывают вас отвращения например у меня есть клиенты которые ассоциируют правильное питание чисто вот с курицы с геркулесом и с яблоками и как бы в самом начале нашей работы они мне говорят пожалуйста можно поменьше курицы или пожалуйста можно без геркулеса утром и да это возможно совершенно точно выберите для себя крупы которые вам нравятся выберите для себя те продукты белков животного происхождения которые дадут вашему организму белок также вы можете посмотреть какие вам овощи и фрукты больше всего нравятся и уже из этого пытаться составить себе рацион если вы не можете так вот прям в одночасти взять и изменить рацион то попробуйте сначала начинать с большего потребления например воды потом дополняйте каждый прием пищи овощами и фруктами чтобы было больше клетчатки через какое-то время ваш организм привыкнет к этому можно будет менять пищевые привычки то есть можно будет убирать потихоньку рафинированный продукт это сахар это рафинированный рис это рафинированная белая мука вот шикарные шторы ну извините тайку и так наши пока карниза нет вот так давайте дальше привет привет кофе с молоком по утрам норм до которого час можно кофе с молоком не советую смешивать кофе и молоко потому что молоко препятствует нормального усвоения переваривания продуктов кофе действует также то есть принципе кофе с молоком довольно такой продукт не очень хороший для организма если вы все-таки хотите то конечно лучше именно как отдельный прием пищи и лучше но в принципе такого прям ограничение по времени нет если вы хотите там и на ужин выпить то пожалуйста так привет привет кстати насчет я бы если вечером хочется кислого можно яблоко не советую лучше уже дольку лимона съесть если вам реально хочется кисленького так все-таки если вы худеете то я не советую есть углеводы именно вот в таком виде в виде фруктов на во второй половине дня спасибо за ответ не за что hello hello так ну собственно жду дальше ваших вопросов еще кстати по поводу того вот именно как начать так сказать правильно питаться постарайтесь не прям вот не в омут с головой окунаться в этого все потому что многие люди начинают там и прям вот до каждого до каждой калории подсчитывать все то есть вы поймите что начиная правильно питаться назад дороги нет то есть если вы начнете худеть на правильном питании то возвращаясь к обратно к своему предыдущему питанию вы наберете это совершенно нормально поэтому если же но если человек садится на новое питание то он должен понимать что это уже на всю жизнь не к расскажи про 7 ночи сколько принимать и когда это продукт который не нужно принимать его можно добавлять в еду сколько и когда у меня был отдельный пост про 7 ночи и совсем недавно я писала это можно ну не знаю я вот иногда себе там 10 грамм утром в кашу добавляла вот то есть ну как больше как орехи потому что они довольно жирные какой овсянку лучшего вся на блин который минут три двадцать варится не очень нравится грубая получается а вы попробуйте ее нас сначала залить кипяточком вот она немножко настоится и после этого делать овся на блин так добрый вечер не вредно ли есть один но каждый нет не вредно зефир да или нет если на похудении то нет если в обычной жизни то можно но это на самом деле содержит все равно зефир содержит большое количество сахара или все индивидуально понятное дело что если у вас в организме повышенный уровень холестерина то не стоит вот но дело в том что изначально в яйцах содержится и холестерин высокой плотности холестерин низкой плотности то есть один другой замещает и в итоге получается у вас так сказать плюс на минус в итоге ноль вот но надо обязательно смотреть по тому как реагирует ваш организм и ваш холестерин на данный продукт питания что про супы я против супов потому что они не насыщают а хорошие супы которые насыщают они сделаны на мясных бульонах я против мясных бульонов потому что они содержат всю дрянь которая содержит мясо вот в общем против я супов нет смысла в них так не могу долго продержаться на пп срывай слишком много времени на готовку также уходит чтобы было разнообразно вопросы не услышала когда болеешь питается также хочется вредного острого соленого мама мама потому что ты когда тебе не хочется есть ты не ешь а это вредно вот именно поэтому к вечеру когда приходишь домой хочется всего-всего поэтому чтобы не допускать подобной ситуации не нужно пропускать приемы пищи по поводу того как питаться во время болезни советую немножко сократить количество белковой продукции потому что она долго переваривается организму тяжело просто будет и увеличить конечно же количество клетчатки количество овощей и фруктов мед очень люблю 20 никто сейчас худейший как у тебя уходит вес я сейчас я как я питаюсь питаюсь как ну да наверное все таки питаясь на похудение вес уходит ужасного вообще просто как бы но я уже оставил эту тему поэтому так как избежать срывов первое должен быть нормально же в своем питании вот многие я гривом с головой в итоге получается что там недостаточно или белков или жиров или углеводов организм хочет этого и в итоге получается что вас срывает дальше недостаток калорий в рационе тоже может быть дальше недостаток углеводов кстати да но один из таких вот прям верных путей к срывам это недостаток именно углеводистой части рациона далее что еще еще очень важно психологическое состояние потому что многие когда там вот если увидят где-то что-то вкусненькое там съели одну то есть нужно успеть вовремя остановиться то есть если вы едите например одну шоколадку к примеру то не нужно потом загребать весь холодильник и думать что ну ладно сегодня можно завтра уже начнут все заново нет далее что еще важно именно при борьбе со срывами рассказать большему количеству людей что вы на правильном питании вот поэтому когда вы будете с кем-то то вам будет проще придерживаться потому что вы же уже сказали как относится к диете дюкан крайне отрицательно недостаточное количество углеводов переизбыток белка и недостаточное количество жира то есть в итоге вас страдает пищеварительная система эндокринная система что очень важно именно для девушек и женщин можно ли яблоко на перекус можно но обязательно нужно дополнить чем-либо то есть это должно быть или жировая составляющая например орехи или же может быть небольшое количество творога кефир что-то должно быть обязательно еще потому что одно яблоко она повышает сахар в крови плюс там большое количество клетчатки клетчатка будет провоцировать улучшенную перестатику кишечника и вы будете думать что вы снова голодаете не как-то относится к вегетарианству отвратительная ну я против вегетарианства и считаю что человек человеку необходимы продукты животного происхождения поэтому никому не советую кстати кто спрашивал вот вот что у меня часов а здесь не видно в общем он как лишай выглядит поэтому сейчас я их нашу на стороне и все равно вот вода попадает и очень неприятно сейчас он будет жужжать что типа не это ну да вегана тоже спасибо вам это тем машинка да да это у меня машинка пищит когда справилась под часами что овощные супы или пера не любишь нет когда справилась под часами кожа так не поняла можете еще раз написать непонятен этот вопрос ты рень ты речи ты ищешь там ну чё ты так на меня серьезно смотришь что иди сюда полезно ли кабачки в каком виде кабачки очень полезный продукт совет но можно тушить можно делать гриль можно делать а на пару можно варить вместе с крупой обожаю гречку с кабачками вот так скоро отпуск как настроить себе чисто на пп ведь в отпуске всегда хочется всего не знаю я когда его у меня тоже просто скоро отпуск и я не знаю я никогда там не набираю обычно в отпуске будешь в эфир выходить маму какой там эфир если там не будет даже связь думаю нормальной питаясь на похудение считаю килокалорий соблюдай на руку выходила на 25 но в последнее время тебя же почти после каждого периода почему может быть причина все зависит от того как у вас рацион питания вот то есть у вас во первых могло быть как раз или сбыт ну мог бы быть переизбыток белков это могло спровоцировать также могло быть недостаток углеводов тоже могло обязательно тряш иди обязательно необходимо следить за количеством клетчатки и углеводов день про отпуск то мы в турцию с мамой летим на недельку второго числа дверь тяните не стыдно что ты пристаешь ко мне вот видите что делают вот постоянно так говорят что раз в день нужно есть суп или больше потому что иначе я я не придерживаюсь подобной точки зрения даже гастроэнтерологи уже придерживаются мнения того что во первых не надо еду запивать вот и то же самое и суп поэтому организму достаточно жидкости которым получает вместе с водой терек у нас потихоньку слышала что творог в сочетании с углеводами дает скачок сахара так ли это но сахар и углеводы в любом случае дают скачок сахара в крови любая еда дает скачок сахара в крови это совершенно нормальная реакция главное какой этот скачок понятное дело что углеводы особенно если это простые углеводы то они еще больше повысят сахар в крови но если вы будете есть извините если вы будете есть творог отдельно у вас сахар не так сильно под подскочит так можно ли морковку с чесноком и со сметаной можно только сметану возьмите нежирную помните просто поток где можно купить недорогие нашла в инстаграм агентство находится в мать ищих мне про здесь удобно поэтому мать ищих в общем нашла вот как слетая я уже смогу рекомендовать эту вдруг меня часа покинут кто знает сейчас только столько бывают случаев непонятных я прям боюсь на самом деле жду уже пятницу когда мне скинут уже волчат чтобы я уже успокоилась баучер и лучшего в общем а пока я немножечко в напряжении так я живу сильно по пакете 6 работал но конечно и у меня долгое время были проблемы с кишечниками когда я сидел на диетах и меня могло быть не не быть стула по 5 дней вот и только на правильном питании у меня все прям вот нормализовал нормализовался мнение некоторого около перловской в разумовском разумихин не помню как он разумихин по моему вот в здании рука если не употреблять сахар вообще или съесть его к самому да конечно не все сейчас отказывается от коровьего молока что скажу нет молоко не пью молоко не пью с детства но это чисто вот моя психо моя такая особенность а так клиентам тоже редко очень позволяет я там даю там может быть стакан в месяц и все это как отдельный прием пищи обедать обедаю в 3 же это нормально просыпать 7 я советую обедать до трех обычно вот так вот у вас получается что большая часть углеводов будет получается именно вот уже ближе ко сну можно ли на завтрак мягкий детский творог можно но дополнить обязательно чем-нибудь отдельный творог это очень мало это у вас срыв будет будут мгновенно срывы водичка месиво мое добрый день завтра наконец-то на маникюр пойду а еще мне сегодня сказали во сколько у нас будет и когда собрание магистров а мне не будет я улетаю вот поэтому 4 числа когда все будут магистры собираться обсуждать все у меня не будет быть в общем я приеду уже будем решать проблемы с куратором нашим так что скоро начнется учеба это чай из чайной кантаты называется антистресс это какой-то кошмар на самом деле много насыпала тебе будет вытаскивать все это за рта осень вот кто еще спрашивал у меня про восьмерку уже все зажило вообще абсолютно швы сняли вес сейчас 85 раз 171 цель что сколько места реально добиться у кого как у меня вот например сейчас девушка похудела за два месяца на 10 килограмм была клиентка который за три месяца входе он здесь килограмм то есть все очень индивидуально как вы относитесь к напитку из корня имбиря лимонная ложечка меда для чего только не нужно мне говорить про чудодейственные жиросжигающие свойства этого напитка как нам будешь высылать менюшки в штатном режиме читал что потребление воды на ночь лучше свести к минимуму пить большую часть утром и днем так лет если у вас проблемы с почками нет то нет я иногда ночью встаю хочу пить и еду пью ничего не случится уж на отложение жира это точно не повлияет и на похудение тоже а вот заставлять организм испытывать жажду вот это вот вредно как относится к продукции гербалайф отрицательно также как и продукции energy diet я считаю что в принципе там большое количество именно растительных белков растительные белки хуже усваиваются нашим организмом поэтому я против добрый вечер выставляете программ питания при гастрите если идет сейчас острая форма то нет если у вас ну как бы есть диагноз гастрит но при этом просто он уже перерос в хронический то да с такими клиентами я работаю но обязательно должны быть рекомендации от врача по питанию или же ну как обычно мне клиенты просто пишут свои личные ощущения да вот после таких таких-то продуктов мне становится вот там не очень хорошо вот или на какие-то такие-то продукты я реагирую не очень хорошо а вот то есть в любом случае конечно же составляется меню для комфортного похудения какие продукты влияют на рост волос и их качество у меня был недавно пост целый поэтому можете прочитать а нет был недавно пост как понять каких витаминов не хватает по волосам и коже вот а по поводу продуктов питания обязательно выложу именно что влияет на внешний вид волос сколько можно кушать меда в день ну одну чайную ложку где-то так просто как утоление жажды вкусным напитком но вы бы сами подумайте зачем вам лишний раз провоцировать организму на скачок сахара в крови это провоцирует аппетит особенно с сочетание с имбирем реально у вас аппетит будет зверский так ли вреден сахар замените в таблетку по мифу на и пришло лучше что-то другое купила вот вид парад он слаще оказался а я считаю что любой сахар заменитель в принципе перья перья как показать перенасыщать свой организм сахар заменителем в принципе не стоит если есть возможность то лучше не не использовать вообще сахар заменителя вот если же вы любите сладкое то лучше конечно набрать натуральный сахар заменителя это стевия или ретрит вот где саша я же писал я его съела причем когда я сегодня в stories рассказала что я его убила и съела вот мне одна девушка написала что мерзко такое читать что я вообще чушь несу какую-то и как я могла такое сказать вот ну я думаю что все понимают что это просто шутка и если я не отвечаю на вопрос по поводу саша значит нету желания вот и все похудела на 6 килограмм за три месяца и вес встал возможно проблемы в питании или же если он у вас стоит например месяца месяц даже то это просто не срок он может скакать вот а потом будет уходить если три-четыре день максимум я еще раз говорю лучше все-таки брать натуральный сахар заменителя мася иди сюда иди ко мне иди к маме треш теперь где уточка уточка давай скорее ничего себе ты какую нашел это же твоя первая игрушка одна из первых маленький был когда мы тебе купили игру ночь включился игру ночь включился у нас дома как же хорошо что если не сделала утром японский мне осталось только иероглифы выучить то что обычно я оставляла все на последний вечер то есть вот я бы сейчас села вы еще делала что-то миссию вообще нет я сегодня очень устала не знаю почему прямо какая-то уставшую вымотавшаяся перед рида уточка смешная а катюш ты слышала что вот это все это время слушала и даже ничего не писала а тут вот написала вот так вот за ним ну я редко мы занимаюсь но редко сейчас чуть последние может недели три вообще не ходила желание просто нет я через силу стараюсь сейчас не заниматься я все-таки за психологический комфорт через себя идти туда заставляет себя не хочу я лучше погуляю и сейчас очень много хожу мне я нахаживаю порядка 25 тысяч шагов в день вот у меня этого комфортнее нежели себя будет составлять зал этим все после отпуска приеду снова пойду наверное потому что сейчас во первых жарко не очень хочется идти туда вот а ну а сейчас был отпуск тоже как-то смысла нет идти тряш можно ли похудеть на пп на 15 за четыре месяца ну в принципе возможно да и ретрол по моему ретрол по моему как-то так называют ну какое-то растение листья эритрита или вытяжкой из листьев какого-то растения готовишься к гулянии потоки конечно конечно же в октябре купим билеты и полетим и язычок сладкий какой язычок у нас сутки 3 поцелуй маму скажите нафиг чего такое что случилось у тебя в лапу укусил такой ты резкий иногда бываешь будешь показывать свои тарелочки на отдыхе ты нет наверно зачем еще стараюсь еду не показывает особо катюша рада что она без японского будет неделю на самом деле да катюша я уточка я в луже буду стран катя кать чё ты кто там страдать будет радовалась причина думала почему не на две недели я улетаю страдать она будет мне вы смотрите него теперь все закончились вопросы про питание а у нас тут между прочим да в турцию мы летим веки тяжелее 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 ты это красивый говорят сейчас у него вы видите с мамой ну конечно он классный сейчас уснет 51 тысяч на двоих на неделю 48 метров 48 метров но я не могу все я вспоминаю себя как на парах боролись со сном помните ловить на него просто смех все это так можно ли мне ограничивать себя в арбузе можно как отдельный прием пищи делать просто на перекус вот но тоже не стоит там большими порциями есть его ну грамм 500 можно съесть мякоти все видите он сдался твой любимый ужин ну вот сегодня например у меня был фарш из индейки с стручковой фасолью а что то еще было а и огурцом я все потушила ну нормально а так я очень люблю какую-нибудь дораду запеченную рыбку белую какую-нибудь вкусную вот или окуня очень вкусного какого-нибудь тоже бокале кухня ой ой вот она вот все уже поставили духовку и я дораду просто в мультиварке запекаю и все а если я не добираю килокалорий за поздние тренировки что делать есть перед тренировкой у вас же есть целый день перед тренировкой если это единоразовая такая акция то ничего не случится если вы не доберете один день калорий и и и и и и окустил за попу а это потому что знаешь что любопытный варваре на базаре знаешь чего оторвали 3 что такое спит что случилось в смысле где сплю на диване вопрос странный двоякий я бы даже так сказал сушки только прикольная штука можно сделать себе нос тренировки каждый день в 200 последний период почему тренировки каждый в 20 почему если 8 вы начинаете почему постараться едите в 730 к телопии нормально отношусь хорошая рыбка боже у нас так орут дети у нас иногда мы ложимся спать и в 12 часов орут дети на улице вот мне интересно как бы родители не думают что уже поздно что детям пора спать чего они орут то ладно детям пора спать взрослым пора спать я лишь на 12 часов уже вырубаюсь мне там не хочется чтобы маленькие орали какие-то на улице сегодня ты ряша привлекался с какой-то собакой ой собак из какой-то девочка которая изображала собаку на втором этаже она просто вынырнула вынырнула из окна и начала на него гавкать он в ответку начал гавкать еще полдва раз слышал как эти придурки друг на друга лают я в шоке можно ли питанием убрать валик после кесарева он становится меньше но не у всех полностью ходит то есть вот так по практике скажу моих клиентов 11 этаж а то что она плавает в точных водах слышала нет и не задумывалась даже об этом потому что я мне не нравится телопия сама по себе они вкусные не нравится ее мне еще очень много и рыбы рыбы не нравится особенно та которая имеет землянистый вкус какой фирма полезнее всего брать лосось мало соленый хочется реально мало соленых как же он называется недавно брала я не подскажу не знаю но он вот он был в реально мало соленый вот реально вкусненький такой вот идеально лучше самостоятельно солить мне кажется это я ленюсь просто ладно большое всем спасибо за эфир не забывайте ждут до 1 сентября стоимость месяца работы на всего три с половиной тысячи после первого сентября будет цена такая же как была до лета четыре с половиной тысячи рублей и на Продолжение следует...